Главное за день. Мишенин задержан, 31-го работаем, Новый год встречаем дома. Педагог должен вести себя достойно во всех отношениях. Учителя новонахойской школы уволят за избиение ученика. Коронавирус, сидите дома, берегите свое здоровье. Вы что сюда пришли? Ни освещение, ни нормальной дороги. Жители Сотникова недовольны работой главы поселения. Здравствуйте в студии Инны Изыхеева. Начнем со срочной новости. Сегодня в Улан-Удэ сотрудники ФСБ задержали зампреда правительства Бурятии Алексея Мишенина. Эту информацию нам подтвердили в правительстве. По нашим данным, в здании правительства прошли обыски. Претензии силовиков к Мишенину предварительно связаны с его работой на Новосибирском авиаремонтном заводе. Он возглавлял это предприятие до переезда в Бурятию. Глава республики поставлен в известность о задержании подчиненного. 31 декабря в Бурятии будет нерабочим. Республика не присоединилась к списку из 15 регионов России, которые объявили этот день выходным. Зато детские утренники все-таки разрешили. Правда, с ограничениями. Они пройдут внутри каждой группы или класса без аниматоров, артистов и родителей. Мероприятия на свежем воздухе допускаются только при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима. 31 декабря в Бурятии будет рабочим. Республика не присоединилась к списку из 15 регионов России, которые объявили этот день выходным. Роспотребнадзор вообще рекомендует провести праздник дома. По традиции Новый год – это семейный праздник, и я рекомендую всем провести его в кругу семьи. Заранее подготовьте подарки и приобретите продукты к праздничному столу. Не оставляйте все на последние дни. Воздержитесь от походов с заведения общественного питания, а также поезда к заграницу. Республиканский штаб по профилактике коронавируса запустил флешмоб «Дома лучше» с участием пациентов ковидных госпиталей. Пациенты призвали жителей Бурятии праздновать Новый год дома, ведь здоровье важнее праздника. Приближается Новый год, поэтому лучше всего как можно меньше общаться, не ходить никуда. Тогда вы будете, останетесь здоровыми, и все будет нормально. Если вы еще не видели замечательные добрые мультфильмы Эрдени Жалцанова, обязательно посмотрите сами и покажите их детям. Ролики выходят на бурятском языке с русскими субтитрами. Ходрук театра кукол Ульгер выкладывает их на своей странице в Инстаграм. Например, накануне там появилась новая серия о приключениях друзей Батмы и Чагдара. Скандал на этот раз в школьных стенах произошел в Бурятии. Учительница новонахойской школы ударила семиклассника по голове и попыталась выставить за дверь. Очевидцы записали инцидент на видео. Оно тут же попало в сеть и разошлось по пабликам. Тему продолжит Жергалма Бадмаева. Твоей маме кто-нибудь мешает работать или нет? Что ты не мешаешь? Стоп, мы еще свои собрали, пошел можно отсюда. О поселке Анахой теперь знает вся Россия. Скандальное видео стало самым популярным за последние сутки. Мнения людей разделились на два лагеря. Кто-то осуждает преподавателя, а кто-то встает на его защиту. Да это нормально, у нас в России просто уровень такой. Вот если в Европе такое будет, то сразу посадят. Мальчик, конечно, не прав. Но почему учитель опускается до такого низкого уровня? Кто ей позволил распускать руки? Ну вот, мы все выросли, боясь указки преподавателя. И ничего не заикаемся, где-то и на пользу. Во всем виноваты родители, не занимаются своими детьми, не уважают труд учителя. Низкий поклон вам, педагоги. А вот Министерство образования на этот счет мнение одно. Оценка поведения детей, конечно, в рамках работы данной школы будет проведена. Тем не менее, ни при каких обстоятельствах педагог не должен применять методов ни психического, ни физического насилия в отношении несовершеннолетних. Если у детей возникает такое желание, значит, их кто-то на это спровоцировал. То есть, в любом случае, педагог должен вести себя достойно во всех отношениях. Данный педагог, она будет уволена по статье 336 пункту 2 Трудового кодекса Российской Федерации. Это применение метода физического насилия в отношении подопечного. Ну, как бы, не характерна такая ситуация вообще для работы педагогов. Но, тем не менее, вот такой случай имел место быть. Напомним, инцидент произошел 7 декабря в Заиграйском районе на уроке английского языка. Сцену ссору не оставили без внимания исследователи. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента. А на место происшествия сразу выехал уполномоченный по правам ребенка. Конфликтных ситуаций в этом классе не было. И у учителя также не было никаких конфликтов ни с этим классом, ни с другими учениками. То есть, и та, и другая сторона, они абсолютно положительно характеризуются. Мальчик, с которым это случилось, он на английском языке стабильно учился. Хорошие у него отметки. То есть, конфликтов с педагогом из-за оценок или плохого поведения ранее тоже не было. Сейчас в Новонахойской школе идет проверка Следственного комитета. К дело подключилась и прокуратура Бурятии. Сама виновница скандала уже раскаялась и принесла извинения семье ребенка. Жаргалма Бадмаева, Юлия Максимова, телекомпания АТВ. Дороги плохие, ничего не посыпается, освещения нет. Это лишь малая часть жалоб жителей поселка Сотниково. Они недовольны работой главы поселения Игоря Киселева. По их словам, он закрылся от местных жителей, как только получил эту должность. Попасть к нему на прием невозможно, поэтому и проблему жителей уже два года никто не решает. Наш корреспондент Мариам Восконян выехала в Иволгинский район и попыталась узнать причину затворнической жизни главы поселения. Эта дорога в поселке Сотниково ведет прямо в СНТ «Богульник». Раньше она была асфальтирована, но два года назад здесь все перерыли, чтобы провести водоотвод. Вот с тех пор эта дорога – главная проблема местных жителей. СНТ «Богульник», да, вот он расположен, дороги в собственность не брал. Там дороги, они муниципальные. Вот вы сейчас даже если посмотреть, да, вы видите, у нас нету тротуаров, негде людям идти. Это сейчас еще, благо, мало-мало, выпал снег и чуть прикрыли эти ямы. Если бы не было снега, все бы колдобины, все камни, все ямы были бы на виду. И чтобы попасть к Киселеву на прием, это очень трудно. К нему нужно записываться. Даже если ты к нему и запишешься, он тебя может и не принять. Вот сейчас он даже не принимает никого в связи с коронавирусом. Еще одна проблема – это отсутствие освещения. Мы видим, что фонари есть. Они висят примерно через столб. Но местные жители рассказывают, что по утрам им приходится ходить на работу, водить детей в школу и в детский сад в сплошной темноте. Мы идем в темноте сдавать анализы, получается. В темноте по кочкам. Старики не очень хорошо видят. Мы можем споткнуться и упасть, подскользнуться, упасть. То есть освещения нет здесь никакого. И, естественно, машины мчатся на полной скорости. Это касается не только главной дороги, но и проселочной. Ходить здесь, по мнению местных жителей, просто опасно. Ну вот так вот была хотя бы даже была тропинка, что дети, когда шли в школу, они вот так вот проходили и между гаражей туда уходили. Теперь уже там никто не ходит, потому что все поизрили, поископали. Дети теперь в школу ходят вот здесь. Спускаются туда или вот так вот все. Здесь все скользко, да? Да, здесь все скользко. Здесь же и машины идут. Попасть не могу. Меня не принимают, потому что я буду задавать неудобные вопросы. Меня не принимают. А как объясняют, почему не принимают? Коронавирус, сидите дома, берегите свое здоровье. Вы что сюда пришли? Мы все же застали главу поселения, хоть и не записывались предварительно. Работы по асфальтированию и капитальному ремонту улицы Дачины запланированы на 20-21 год для организации подъездов к амбулатории и к новому детсаду Журавленок. В настоящее время документация проектная подготовлена, находится на экспертизе. С двух сторон предусмотрены пешеходные зоны для пешеходов. То есть по обе стороны движения пешеходные зоны предусмотрены. Это все в 2021 году будет? Планируется работа начать в теплый период времени 2021 года. Следовательно, до конца 2021 года дорогу уже заасфальтируют. А что касается освещения, по словам главы поселка, его уже восстановили буквально накануне нашего приезда. В определенное время находились приборы на ремонте. Сейчас эти вопросы устранены. Освещение только по дороге, которая ведет к поликлинике, да? Да, пока до поликлиники. Ну, работы по капитальному ремонту дорожной сети обычно предусматривает вместе с этим обустройство освещения дорожного. А когда освещение появилось? Ну, вчера оно уже работало. Однако здесь речь идет об освещении небольшого участка дороги. Что касается света в других частях СНТ, как нам объяснили в администрации поселения, это не их территория. Ну, полноучия по дорогам и улицам, это районные полноучия. Районные. Мы просто даже не имеем права не желать эти дороги. С этой проблемой жителям СНТ «Багульник» нужно уже обращаться в районную администрацию. Мариам Восконян, Булат Зандаков, телекомпания АТВ и Волгинский район. Это еще не все. Смотрите сразу после короткой рекламы. Сейчас у рабочих специальностей зарплаты зачастую заметно выше, чем у рядовых сотрудников в том же банке. Глава Бурятии провел заседание совета по улучшению инвестклимата в сфере строительства. Медали из чемпионатов мира у нас не было с 2004 года. Депутаты поздравили спортсменов-гиревиков с победой. Быть невидимкой. Летать. Телепортироваться. Какие суперспособности хотят горожане? Смотрите в нашей постоянной рубрике «Улану де лайф». Покупай в Абсолюте выгодно. Чипсы Лейс со скидкой 37% всего за 94,99. Абсолют. Гарант низких цен. Представители бизнеса, эксперты и общественные организации обсудили инвестиционный климат в Бурятии в сфере строительства на очередном заседании совета при Алексее Цыденове. Как ситуация с ковидом отразилась на строительстве в республике и востребованы ли на рынке труда рабочие специальности, узнаем из сюжета. 7 декабря в онлайн-формате состояло заседание совета при главе Бурятии по вопросам инвестиционного климата в строительной отрасли республики. Несмотря на пандемию, в республике растет число строительных компаний. За последние два года, если говорить, то бюджетные инвестиции именно в сферу строительной отрасли позволили построить большое количество объектов специальной сферы Апельевский, сады школы, объектов физической культуры, спорта и здравоохранения. Совпадение или случайность? Но ковид увеличил спрос на рабочих строительных специальностей. Сейчас у рабочих специальностей зарплата зачастую заметно выше, чем у рядовых сотрудников в том же банке или еще где-нибудь, или в администрации и так далее. Вопрос по кадрам привлечения актуален. Геннадий Ильич, Вы создавали собственный учебный центр, куда людей привлекали. Можете сказать, насколько успешно получилось? Сегодня мы с одним коллегой, значит, о чем договорились, он сейчас делает общежитие для наших земляков, значит, где будут приезжать, там, ну, два типа комнат, хочешь, там, семейная, значит, комната, и, ну, отдельно, значит, по два, по три человека. По итогам заседания Алексей Цыденов дал ряд поручений. Они направлены на развитие строительной отрасли. Стройка у нас сейчас один из таких основных факторов роста. Очень амбициозные и сложные задачи поставлены в рамках нацпроекта. Строить должны много, а для этого нужно создавать условия. Подводя, наверное, краткие такие итоги 2020 года, можно тоже сказать, что в целом строительная отрасль с поставленными задачами в целом справляется, несмотря на все сложности, связанные с пандемией. Значит, вводятся как социальные объекты, строятся живые дома и другие объекты. В народном хурале чествовали спортсменов-гиревиков. Они привезли 10 медалей с чемпионата мира. Состязания проходили в Санкт-Петербурге в конце ноября. Бурятские спортсмены приняли участие в соревнованиях в составе основной юниорской сборной России. Медали из чемпионатов мира у нас не было с 2004 года. Крайняя медаль была завоевана золотая Сергеем Трофимовичем в городе Гамбрук, Германия в 2004 году. Как раз в этом году я пришел тренироваться к Сергею Трофимовичу. Прошло 16 лет, это, я считаю, очень много. И впервые в истории современного гиревого спорта у нас сразу 5 человек попадают на чемпионат мира. Одна золотая медаль. Рассадин Андрей Андреевич стал чемпионом мира на этих соревнованиях по гиревому спорту. Также два серебряных у нас еще призера и бронзовый призер. Это очень высокие результаты, когда ребята все, которые спортсмены, поехали на эти соревнования, в принципе, они все стали призерами, то есть все получили результаты очень хорошие. Это говорит о очень качественной подготовке этого вида спорта. Благодаря нашей работе в совокупности со всеми органами Республики Бурятии мы наконец-то вышли на такой хороший результат. 5 человек в составе сборной страны для одного региона это очень много. В 2018 году депутаты приняли поправки в Республиканский закон о физической культуре и спорте, в котором победителям, серебряным и бронзовым призером Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр положены премии. Особенно поздравили Сергея Трофимовича, который заложил основу развития гиревого спорта и дошел до таких высоких результатов и сам. И теперь его воспитанники, спортсмены получили также такие высокие результаты. Мы вручили благодарственные письма, подарки от Народного хурала. Большой вклад в развитие гиревого спорта внес депутат Народного хурала 5-го созыва Сергей Леонов, который при поддержке коллег-депутатов добился строительства Центра гиревого спорта. Мы на 2022 год планируем взять проведение чемпионата России у нас в городе Улан-Удэ, а на 2023 год возможно и проведение чемпионата мира у нас в Республике Бурятия. Я думаю, что вот этими победами, потому что у нас есть этот Центр гиревого спорта, действительно мы заслужили такое право проведения таких крупных всероссийских и международных соревнований. Те люди, которые становятся чемпионатами, вы двигаете, и вы заставляете не только нас, но и правительство, депутатский корпус, весь народ смотреть и проводить работу именно по развитию спорта, физической культуры. Двигаться быстро, как герои фильма «Сумерки», иметь регенерацию, как у Дэдпула, летать или же стать невидимкой. О супергероях со своими суперсилами мы слышим только в фильмах. Но ведь иногда можно и помечтать. Какие суперспособности хотят горожане? Смотрите в нашей постоянной рубрике «Улан-Удэ-Лайф». Как было бы здорово телепортироваться с одной точки планеты на другую. Конечно, суперспособности бывают только в фантастических фильмах или сказках, но мечтать ведь никто не запрещал. Сегодня мы узнаем, о каких трех суперсилах мечтают улан-удэнцы. Но для начала подведем итоги прошлого выпуска. В опросе на тему, что для вас школа победил, это добрые комментарии. Поздравляю счастливчика! Напишите нам, чтобы забрать свой приз. О каких трех суперспособностях мечтаете? Быть невидимкой. Летать. Телепортироваться. Девушка, я и так суперспособный. Какая у вас суперспособность? Нет, я спасатель. Спасибо, я спешу. Извиняюсь. Быстро бегать. Что ж вы куда все хотите так быстро сбегать? Летать. Летать? Да, летать хочу. Спать хочу. Способности. Спать не могу. Способности нет. Нет способности спать. Вот так и живу. А не хотели бы вы сейчас суперспособность, чтобы вот так раз по щелчку и все, работа сделана? Ну тогда какое искусство может быть-то, такое не бывает. То есть если вот так сделали бы, все дома сидели бы, телевизор смотрели бы и все. В моем возрасте мечтать уже вредно для здоровья. Извините. Регенерацию как будет было. А еще две? Так. Ну, наверное, летать как то с молотом. И еще как паучка, наверное. Наверное, люди имеют доброту, тепло, радость вести. Так думаю. Первая суперспособность – это засыпать в любое время, в любом месте. Вторая суперспособность – это быть всегда сытым. И третья суперспособность – иметь любые суперспособности в нужный момент. Суперпамять? Суперпамять, да. Ага, еще что? Так, что еще? Способность летать. Способность летать. И... Ну, суперсилу, наверное. Суперсила? Да. А можно спросить у дочки? Да, можно. Какие бы суперспособности ты хотела? У мамы как? Все как у мамы. Денег хорошо зарабатывать нам. Да и чтобы в семье было все хорошо. А третье, что у меня? Чтобы упырять, чтобы нормально было. Быстрее будет, потому что я тороплюсь и никуда не успеваю. Вы заняты? Да. Очень заняты. Да. Какие суперспособности хотите? Креплеров? Нет, нет, нет. Есть и не толстеть. Летать, исчезать и танцевать. Танцевать? Ну да. Вы умеете танцевать? Умею. Зачем же, если вы умеете? Ну, чтобы она не терялась. Время назад возвращать хотел бы. Телекинез. Телекинез? Конечно. А еще что? Три примера, давайте. Ну, все, пока хватит. Летать. Читать мысли. Ага. Вкусно готовить. А вы готовите? Да. Серьезно? Новости на нашем сайте и в социальных сетях. С вами была Инна Языхеева. Всего вам самого хорошего. И до встречи в эфире. Покупай в Абсолюте выгодно. Конфеты Мане со скидкой 50%. Всего за 69,79. Абсолют. Гарант низких цен. Субтитры подогнал «Симон»